Здравствуйте! Это итоговая информационная программа «Взгляд с высоты» в студии Марина Клинкова. Я и мои коллеги познакомим вас с главными событиями уходящей недели. Принятие депутатами Волгоградской облдумы социального кодекса в первом чтении на этой неделе вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Против принятия этого закона выступили волгоградские профсоюзы. Замечание высказал и аппарат уполномоченного по правам человека. Однако в контрольно-счетной палате региона, которая провела аудит системы социальных выплат, считают, что мер соцподдержки в Волгоградской области гораздо больше, чем в других субъектах страны, и получают их зачастую не те, кто в этом нуждается. Поэтому проектом закона ужесточены требования к получению бюджетных выплат, а ряд компенсаций и вовсе отменен. Из 10 миллиардов рублей, которые ежегодно выделяются в бюджете области на меры соцподдержки, будет сэкономлена пятая часть. Сегодня существующая система, она уже не отвечает сегодняшним реалиям. Мы понимаем, что получатели, которые приходят за необходимым пособием, при этом не являются практически нуждающимися. И это показывали те примеры по органам социальной защиты, которые мы увидели в этих организациях, когда получатель либо проживает в шикарном коттедже, либо имеет два или три жилых помещения. С тем, что нынешняя система соцпомощи в Угоградской области требует пересмотра, многие согласны. Тем не менее, ряд экспертов и депутатов, скрупулезно изучивших проект социального кодекса, пришли к выводу, что вместе с водой создатели кодекса, похоже, как говорится в известном выражении, выплеснули и ребенка. Областной совет профсоюзов накануне думского заседания разослал всем парламентариям обращение с призывом не голосовать за социальный кодекс. В облсовпрофе пояснили, почему выступили против этого закона. В сегодняшних сложных для трудящихся кризисных условиях, ну просто преступно перекраивать льготное одеяло. Почему? Потому что у нас за бортом могут оказаться порядка двух миллионов льготополучателей. Что предусмотрено кодексом? Если доход на льготополучателя меньше, там либо один прожиточный минимум, как прописано в кодексе, либо полтора прожиточный минимум, а по факту это от 9 до 12 тысяч рублей, вот если доход меньше вот этой суммы, то для ветеранов труда области ежемесячные выплаты и бесплатный проезд будут отменены. Второе. Сельские медработники и работники социальных учреждений, учреждений культуры, дополнительного образования и многодетные семьи лишатся компенсации за коммунальные услуги. Третье. Многодетные семьи лишатся ежеквартальных выплат на детей и помимо этого они еще лишатся и дотации при подготовке детей к школе. Четвертое. Матери перестанут получать дополнительные пособия при рождении ребенка. Пятое. Родителям перестанут платить компенсацию за детский сад, а тем родителям, чьи дети ходят в школу, отменят компенсацию за питание детей в школьных учреждениях. В ходе думского заседания проект закона о социальном кодексе вызвал широкую дискуссию. Высказались и сторонники, и противники документа. В этом кодексе фигурирует такое понятие, как социальный контракт. И для меня это понятие не только право на получение льгот, но и ответственность за то, как ими распоряжаться. Ответственность за неисполнение социального контракта должны нести как получатели социального контракта, так и те лица, которые этот социальный контракт готовят и исполняют. Мы же принимаем концепцию, этот документ нужен. Мы говорим о целостности данного документа, о том, что людям будет удобно им пользоваться. Мы не говорим о втором чтении. Данный документ направлен на целостность, адресность и на то, чтобы они действительно получили эти деньги, именно нуждающиеся. Посмотрите, кого собираются наказать и у кого собираются отбирать. У самых нуждающихся. У детей, у стариков и у ветеранов. Зачем сегодня обсуждать законопроект, который противоречит в целом ряде своих положений действующему федеральному законодательству и широкая общественность его не знает. Правовое управление Ублдума в своем заключении на проект закона указывало на то, что предполагаемая КСП оптимизация выплат идет в разрез с российскими законами. Авторы закона, чиновники обл. администрации в свою защиту заявляют, что если противоречия есть, то в ближайшее время они будут устранены. Отдельные нормы проекта, они в настоящее время на самом деле не соответствуют действующему федеральному закону. Например, предложение, которое содержится в социальном кодексе о применении принципа нуждаемости к родительской плате за дошкольные учреждения, в настоящее время не соответствует действующему закону. Но губернатор обращает внимание, что также в настоящее время в Государственной Думе рассматривается проект федерального закона, который уже вводит в отношение этой меры поддержки принцип нуждаемости. Пристально изучили документы в аппарате уполномоченного по правам человека в Угагросской области Валерия Ростовщикова. И хотя признали, что единый документ, регламентирующий порядок соцвыплат необходим, все же нашли в нем слабые стороны. То есть, если законодатель изменяет определенные условия для предоставления каких-либо социальных услуг, то должен соблюдаться принцип сохранения доверия и преемственности гражданина к закону. То есть, говоря попросту, что если мы сегодня отдали какую-то льготу, завтра они должны просто хирургически отсечь. Должно быть предусмотрено какое-то переходное положение, которое бы предусматривало справедливую компенсацию гражданину на потерю каких-то дополнительных мер соцподдержки. Очень понятен и принципиальный подход к предоставлению мер соцподдержки – это адресность и нуждаемость. Хотя здесь, безусловно, у нас возникает вопрос, и не только сейчас и до этого, в понятии нуждаемости. Это будет привязано к конкретной цифре минимального прожиточного минимума, величине прожиточного минимума. Однако, к нам не раз обращались, и это фактурно существует, когда у гражданина, у семьи семейный доход превышает на рубль, на 2, на 10 эту цифру. Получается, что формально-юридически он финансово состоятельный. На самом деле он такой же нуждающийся. Пока, подчеркнем, социальный кодекс преодолел только первое чтение. Ко второму в документ наверняка наберется не один десяток поправок. Прислушиваются ли к мнению правозащитников и профсоюзов законодатели, остается только догадываться. Но уже одно ясно, что с 1 апреля 2016 года в перечне получателей мер соцподдержки из бюджета и критериев для назначения пособий произойдут серьезные изменения. Главное, чтобы в результате принятия этого документа не произошло ухудшение положения тех жителей Волгоградской области, которым помогали выживать, пусть даже небольшие пособия и льготы. Эпохальное, долгожданное, знаковое. Такие определения давали журналисты события, у которых произошло на уходящей неделе в Волгограде. 19 ноября в день 73-й годовщины контрнаступления советских войск под Сталинградом в Советском районе торжественно открыли для движения автодорожный тоннель на Тулака. Современная транспортная развязка, открытие которой горожане ждали 20 лет, проходит под двумя железнодорожными ветками. В разы сокращает время в пути из южных районов в центр города, избавляет автомобилистов и пассажиров маршруток от длительных ожиданий в пробках на переездах. В беседе с ветеранами, которые приняли участие в памятном для города событии, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, по аналогии с историческими событиями периода Сталинградской битвы, назвал открытие тоннеля на Тулака прорывом и пообещал и дальше идти в наступление. Действительно, для развития транспортной системы города такая дорожная развязка – настоящий прорыв. Не хуже, чем в Москве, отметили в беседе с журналистами «Высоты 102», опробовавшие тоннель автолюбителя. Великолепно. Качество дороги, все классно. Во! Классы, ребята! Первый раз мы едем. Спасибо большое вам, им, губернатору, мэру. Выйдите, пять минут находимся уже в Кировском районе. Строить тоннель начали в далеком 95-м. Однако экономический кризис в 98-м оставил объект без финансирования и стройку пришлось свернуть до лучших времен. Работы возобновились через 10 лет, в 2008-м. Общая стоимость тоннеля на Тулака – почти 1,7 миллиарда рублей. Из них более 70% легли на плечи областного и городского бюджетов. Самыми продуктивными по финансированию стали 2014-2015 годы. За это время на возведение объекта из бюджета области и города было выделено более 911 миллионов рублей, что составило почти половину от общей стоимости проекта. Сегодня мы победили. Сегодня сдается тоннель. Это кропотливый труд многих тысяч людей, многих организаций. И я хотел бы поблагодарить тех, кто рядом со мной работал. Теперь главное, чтобы объект, который наконец исчез со списка долгостроев, служил городу долго. Проверить качество конструкции тоннеля сможет только время, а вот новое дорожное покрытие можно оценить уже сегодня. Качество уложенного асфальта мы решили проверить необычным способом, используя обычный стакан, наполненный водой. Эксперимент провели вечером, накануне торжественной церемонии открытия тоннеля. Стакан с водой закрепили на панели приборов автомобиля и проехали по дороге с разрешенной здесь максимальной скоростью 60 км в час. Итог порадовал. Вода в стакане не расплескалась. А это значит, что дорожное покрытие сделано качественно. Но только тоннели мы решили не ограничиваться. Так что подробности в репортаже информагентства. Итак, чтобы не изменять обстоятельства измерения гладкости волгоградских дорог, корреспонденты высоты 102 решили использовать тот же метод. Для этого нам понадобится снова стакан, наполненный водой, нескользящая поверхность и, конечно, средство передвижения автомобиль. Дорожная сеть в городе-миллионнике огромная, так что решили мы свой эксперимент поставить на главных магистралях города. Скажем более того, как давно они отремонтированы, нам было неважно, поскольку в любом случае, какого бы ни был пункта назначения, объехать именно эти дороги не представляется возможным. Итак, вперед. Ну вот, собственно, уже и полились первые капли. Это мы только начали движение на улице Пархоменко. И, как видим, передвигаясь по той части улицы Пархоменко, на которой уже производились ремонтные работы, в очередной раз по замене новых коммуникаций водичка на месте на прежнем уровне. Движемся дальше по городу, объезжаем возможные запоры и попадаем в соседний район. Основная магистраль – улица Лермонтово, 2-я продольная, Краснооктябрьский район. Для наглядности мы стакан, уровень воды пометим фломастером. По результатам проезда этой улицы посмотрим, где будет находиться вода по отношению к отметке. Ямы и сколы, трещины и стыки. Полотно выглядит буквально изрезанным. На нем трясет, как говорится, не по-детски. Каждый день здесь проезжают десятки пур, которые спускаются с поста ДПС, называемые в народе шайба. Вот, пожалуйста. Итак, по результатам. Улица Лермонтово, латаная весной текущего года, испытание стаканом с водой не выдержало. Чего стоит ожидать от смежных с района магистрали, ведущих в спальне Дзержинский? Это та часть города, где дороги принимают на себя также основные транспортные потоки. Верным ли курсам, без объезда ли ямы Колдобин, какую оценку поставит работе подрядчиков наш метод измерения безопасности движения? Итак, мы долили воды в стакан по нашу отметку и двигаемся по улице Землячки, отремонтированной полностью летом текущего года. Посмотрим, как на этот раз поведет себя вода. Итак, испытание пройдено на отлично, стакан наш полон, но эта дорога полна водой, говорят автомобилисты, как только пройдет небольшой дождь. Пожалуй, это самое обидное, что могли сотворить проектировщики и исполнители с улицы Землячки. Ежедневно здесь тысячи автомобилей, большегрузы, рядом крупные медучреждения. В конце концов, вертолетная площадка для Центра медицины катастроф. По тротуарам поток пешеходов. И почему же нельзя было сделать так, чтобы поток дождевой воды не попадал на них? Причем так называемые экраны не спасли бы. А все просто. Сделай бы дорожники хоть пару ливневых стоков на каждые 100 метров дороги, и уже не бежали б неуклюжие автомобили и пешеходы по лужам. А теперь заложники ситуации – пользователи инфраструктуры. Надеюсь, остается лишь на то, что асфальту теперь некуда будет смыться. Впрочем, задание для нашего стакана выполнено с положительной оценкой. Ну и, пожалуй, нет ни одного волгоградца, который бы не ездил по третьей продольной магистрали, зная о ее скоростном потоке. Сегодня мы решили поэкспериментировать и на ней тоже. Ну вот, собственно, результат не заставил себя ждать. Дабы. Но с такой качкой договорить, что панель приборов залита, не удается. А между тем, именно эта дорога – проводник всех больших грузов, которые за неимением объездной движутся по трешке через Волгоград. И хотя бы мост через реку Царица можно было бы до морозов привести в порядок, но договор с подрядчиком пришлось расторгнуть. Он не исполнял своих обязательств. Но есть такие дороги, где побывали специалисты своего дела. Ну и теперь с надеждой начинаем движение по улице Ангарской, отремонтированной в прошлом году. И вот даже перевалочные пункты, так сказать, где трамвайные пути пересекают проезжую часть, успешно прошли испытания водной стихии. Ни единой капли не потеряно. Более того, порадовал тот факт, что хоть с опозданием, но почти везде подрядчики сравняли рельсы с асфальтированной частью дороги. Улица Рокоссовского, пожалуй, одна из тех, которые встречают гостей Волгограда. Да и городские автомобилисты ее неплохо знают. Особенно участок от проспекта Жукова до улицы Ангарской. Хватило буквально нескольких метров. Чтобы понять, как недолг был роман подрядчика со своей работой. Ведь прошло всего два года. Непрочные узы привели к браку. И кто теперь спросит, и кто теперь истребует. То ли частая смена власти Волгограда не позволила сделать это в разумные сроки, то ли непрофессионализм те, кто во все времена усидел в чиновничьем кресле. Собственно, зная о том, что нам предстоит проехать сегодня еще и по проспекту Жукова, совсем недавно отремонтированному, мы решили посмотреть, как же ведет себя вода на том участке, который еще ремонт не тронул. Как видим, на трамвайных рейсах получилось не очень все удачно, но мы уже въехали на вновь отремонтированную дорогу. Проспект Жукова. Результат 5+. Еще кое-где снят верхний слой, но первая полоса, к примеру, готова. Далее идет отменная разметка, ливневки на месте, все как на подбор готовы принять Волгоградские дожди. Доказывать факт не приходится, поскольку в начале этой недели, как убедились автомобилисты, ливень не остановил поток машин и не разочаровал пешеходов брызгами с дороги. Продолжаем движение также по основной магистрали, проспекту Ленина, Краснооктябрьский район. Итак, вечерний час пик, максимальная скорость движения нашего автомобиля была 40 км в час, однако вся панель приборов залита водой. Наш эксперимент длился 3,5 часа, и нам понадобилось почти 2 литра воды. Почему так много, спросите вы? Таким образом, большинство улиц Волгограда, их проезжие части не выдержали никакой критики. Надо признать, что подготовка города к чемпионату мира 2018 действительно преобразит ряд основных магистралей Волгограда до европейского стандарта и качества. Но властям не стоит забывать и о других дорогах, по которым каждый день и после главных футбольных игр планеты надо будет передвигаться автолюбителям и пешеходам. И они должны отвечать в первую очередь всем требованиям безопасности. Да, тем более, что обильное количество осадков, которые на минувшей неделе накрыли город, обнажили еще одну проблему волгоградских дорог, которые за пару часов превратились в полноводные реки. Существующая в Волгограде система ливневой канализации просто не справляется со своей основной функцией – отводом воды. В большинстве случаев ливневки давно не прочищались и забиты, либо вовсе отсутствуют, так как не предусмотрены в смете капитального ремонта дороги. Пожалуй, единственным приятным исключением, напомним, является проспект Жуково. Впрочем, к проблеме работы городских ливневок мы обращались не раз, проводили рейды, общались с жителями, пытались помочь властям и чистили водостоки сами. И даже спускались под землю, чтобы своими глазами увидеть масштаб бедствия изнутри. Горы мусора, грязи и нечистот. Отземные коллекторы ливневок не чистились годами, выглядят брошенными. В мэрии заявили, что денег на расчистку ливневых водостоков нет, в ближайших планах эти работы не значатся. А между тем, в начале 2016 года планируется передать систему ливневок канализации водоканалу Волгограда. Как это повлияет на состояние городских ливневок, пока неизвестно. Мокрых новостей впереди будет еще много, как воды и грязи в непогоду на наших дорогах. А вода, как гласит известная поговорка, даже камень точит. Так чего же ждать от наших дорог. До будущей недели. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова